Добрый день, дорогие друзья! И почему протестанты его отрицают? Давайте вместе сейчас с вами задумаемся над этим очень непростым вопросом. И я искренне надеюсь, что среди нашей зрительской аудитории будут и наши дорогие друзья и братья-протестанты. Мы их называем друзьями и братьями, потому что мы не считаем их врагами, а мы искренне желаем, как писал в свое время святитель Григорий Богослов, чтобы Господь возвратил в лоно Святой Церкви тех, которые удалились от Него. Ничто так на самом деле не объединяет между собой, весь разрозненный между собой протестантский мир, как единодушное отвержение священного предания. Священное предание наши дорогие друзья-протестанты называют измышлениями человеческими. Каких только эпитетов можно от них не услышать. И чаще всего в качестве цитаты из Священного Писания, а еще раз обращу ваше внимание, дорогие друзья, что главный, можно сказать, лозунг общей реформации протестантизма – это «соло скриптура» по латыни, то есть только Писание. Самое главное – это Писание и ничего больше. Писание – самое главное. Это как путеводитель в жизни. И вот из Священного Писания протестанты приводят цитату из Евангелия от Матвея, из 15 главы, 6 стих. «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Это слова Христа Спасителя, обращенные к фарисеям, сказаны в конкретной ситуации, когда фарисеи своим человеческим преданием устранили заповедь Божию. И большинство протестантствующих считают священное предание Церкви именно вот этими человеческими преданиями. Считают, что это отступление от чистоты Писания, что это наслоение каких-то человеческих домыслов, компромиссов, традиций, человеческих норм, обрядов и верований. Но на самом деле, дорогие друзья, нет ничего более лживого и невежественного, чем такое понимание священного предания. Что такое в истинном смысле священное предание Церкви? В самом священном Писании, дорогие друзья, мы находим такие слова, как Господь наш Иисус Христос накануне своих страданий, в своей первосвященнической молитве, обращаясь к Богу Отцу, говорит такие слова. «Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 8 стих. И святой апостол Павел в первом послании к Оринфинам говорит такие слова. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания, так как Я передал вам». 1 Коринфян, 11 глава, 2 стих. «Стойте и держитесь предания, которым вы научены словом или посланием нашим». Пишет святой апостол Павел во втором послании к Писалоникийцам во второй главе, 5 стих. «То есть стойте и держитесь предания». И далее он говорит «удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». Второе послание к Писалоникийцам, 3 глава, 6 стих. То есть любой брат, который поступает не по преданию, он поступает бесчинно. И святой апостол Павел призывает удаляться от таковых людей. К Тимофею, своему ученику, которого он рукоположил, святой апостол Павел пишет такие слова. «Тимофей, храни преданное тебе». Таким образом мы видим, дорогие друзья, что предание – это то, что передано. Что передано, кем и кому? Вот главные вопросы. Самое главное предание Святой Церкви – это благодать Духа Святого. Когда Господь наш Иисус Христос после Своего славного воскресения явился своим ученикам, Он дунул, сказал «примите Духа Святого». Именно вот это приятие Духа Святого, Дух Святой, который в Церкви Крестовой пребывает со дня Пятидесятницы, это и есть главное предание Святой Церкви. В день Пятидесятницы апостолы получили крещение Духом Святым. И согласно слов самого Спасителя, накануне своих страданий, во время своей прощайной беседы с учениками, Господь говорит такие слова, что Дух Святый, которого я пошлю вам от Отца, Он напомнит вам все, о чем Я говорил вам. То есть Дух Святой будет пребывать с вами, и Он вам все напомнит, именно Дух Святый. Поэтому именно Дух Святой, пребывающий непрерывно в Церкви со дня Пятидесятницы, в Церкви Христианской, Церкви Апостольской, Церкви Соборной, Церкви Православной, Дух Святый, Он и научает людей, Он напоминает все, о чем Христос говорил. И Он через таинство передается из поколения в поколение всем людям. Именно Дух Святый вдохновил апостолов написать тексты Священного Писания. Это, я думаю, даже наши дорогие друзья протестанты, и, в общем-то, любой человек, ну, более-менее интересующийся культурно образованный человек, который интересуется историей христианства, знает, что в Первом веке найти письменное послание святого апостола Павла было не так уж легко, потому что сначала устная проповедь была. И сами Евангелия, это знают, и причем наши дорогие друзья протестанты это хорошо знают, что Евангелия не в один день были написаны, а сначала было записано благовествование святого апостола Матвея, затем апостола Марка, затем святый евангелист Лука написал свое благовествование, и уже в конце святой апостол Иоанн Богослов. То есть была устная проповедь, уже была божественная литургия, уже была Евхаристия как центр христианской жизни, а Писания появлялись по мере того, как Дух Святой вразумлял апостолов писать Евангелие и писать послание. То есть предание, оно первично по отношению к Священному Писанию, и Священное Писание, оно появилось уже в лоне Церкви, Церковь, которая уже была создана в день Пятидесятницы. Церковь была создана вокруг Таинства Евхаристии, а Священное Писание уже в лоне Церкви было написано, и по мере необходимости вот эти послания записывались, переписывались, и так появились тексты Священного Писания. Поэтому Святая Церковь по вдохновению Духа Святого Священное Писание написала человеческой рукой. Что такое Священное Писание? Это предание, записанное человеческой рукой. Под водительством Духа Святого был составлен канон священных книг. У любого, хоть баптиста, хоть адвентиста седьмого дня, у любого протестанта вы можете спросить, и он, если он более-менее, так сказать, религиозно мотивирован, подкован, он вам скажет, что нигде в самой Библии не сказано, сколько именно книг Священного Писания в ней есть. В самой Библии об этом не написано. Откуда мы знаем, что в Ветхом Завете столько книг, а в Новом Завете столько? Откуда это известно? Когда был собран единый канон священных книг, и этот канон священных книг был как раз составлен Церковью. Откуда мы знаем, что в Новом Завете 27 священных книг? Откуда это известно? Ни в одном из самих посланий об этом не сказано. Святая Церковь в III веке на соборе епископов признала богодухновенными именно 27 книг Священного Писания. И вот интересный такой вопрос встречный, который можно задать доброжелательно любому протестанту. Сказать, дорогой друг, Почему вы оставляете за Церковью право в III веке составить канон священных книг, но не оставляете за ней право крестить младенцев, молиться за усопших, почитать Пречистую и Преблагословенную Деву Марию, почитать Святой Животворящий Крест, совершать Таинство? Все то, что в Церкви уже совершалось тогда же, вы это признаете измышлениями и человеческими обрядами. А то, что Святая Церковь составила канон священных книг, это вы признаете. То есть здесь как бы можно усмотреть некоторую такую двусмысленность в подходе наших дорогих протестантов. Дух Святой, еще раз напомню, главное предание Святой Церкви, Он вдохновил апостолов на написание текстов, вошедших в корпус Нового Завета. Дух Святой вразумлял мужей апостольских и других святых отцов оставить истолкование этих текстов. Дух Святой вразумлял совершать Божественную Литургию, крестить младенцев, молиться за усопших, почитать святых, почитать останки святых мучеников. Именно Дух Святой вразумлял святых подвижников писать аскетические творения, то есть творения святых отцов, где описывается, опять-таки, человеческой рукой описывается их духовный опыт борьбы с духами злобы поднебесной, борьба за очищение своей души, борьба со своими страстями. И корпус аскетической литературы тоже был составлен по вдохновению Духа Святого, потому что Дух Святой это и есть главное предание Святой Церкви. Написание святых икон, это тоже было под действием Духа Святого. Дух Святый вразумлял, как делать священные изображения. Под водительством Духа Святого созидались храмы. Если раньше христиане собирались в частных домах или в катакомбах, потом уже с IV века стали строиться прекрасные, до сих пор потрясающие воображения людей, христианские храмы. Это тоже действие Духа Святого. Церковная архитектура, гимнография, то есть вот эти многочисленные тексты, которыми украшается христианское богослужение, это тоже действие Духа Святого. Это все то, что так или иначе является священным преданием. Таким образом, подводя некоторый итог, священное предание Церкви – это действие Духа Святого в истории. Смотрите, какой еще простой, можно сказать, наглядный пример. Все ли есть в Священном Писании? В Священном Писании есть заповедь. Например, есть заповедь «не престанно молитесь». Вот слова святого апостола Павла. «Не престанно молитесь, за все благодарите, сия бы есть воля Божия, о Христе Иисусе в вас». Заповедь есть. А примеров, наглядных примеров, как непрестанно молиться, как вот эту заповедь воплощать в жизни? Эти примеры мы находим в Священном Предании, то есть в жизни подвижников веры, первых монашествующих, отшельников, преподобных богоносных отцов, которые уходили в пустыню, уходили от мира, следуя внутреннему зову сердца, глазу Божию, оставляли мир, подобно тому, как вот Господь, обращаясь к богатому юноше, говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и следуй за мной, взяв свой крест. Если хочешь быть совершенным. Тех, кто желали быть совершенными, слыша вот эти слова Священного Писания, и по голосу, по зову, в свое сердце уходили в пустыню, продавали все свое имение, раздавали нищим, уходили в пустыню, там подвязались, там подвязались, и вот они достигали непрестанной умно-сердечной молитвы. То есть, смотрите, еще раз возвращаю ваше внимание, дорогие друзья, заповедь о непрестанной молитве есть в тексте Священного Писания, а ее реальное, наглядное исполнение, воплощение в жизни, мы находим эти примеры в священном предании Церкви, в живом предании Церкви. Вот есть у нас заповедь Божия о том, как надо творить милостыню, что творить милостью надо тайно, чтобы правая рука не знала, что делает левая. А многочисленные примеры этого мы опять-таки находим, эти примеры, не столько в Священном Писании, сколько мы их находим в предании Церкви, в житиях святых, подвижниках веры, которые именно творили милостыню и даже прославились этой добродетелью, что вошли в историю с наименованием, допустим, святой Иоанн Милостив, патриарх Александрийский, святитель Николай Мерликийский, тайно творил милостью немногие другие. И вот есть заповедь, не протився злому, кто ударит тебя вправо, еще и подставь к нему лево. Есть заповедь, а примеры многочисленной исполнения заповеди мы не в Писании находим, многочисленные примеры, а в предании. Поэтому искусственное противопоставление Священного Писания и предания, как делают наши глубоко уважаемые и дорогие друзья протестанты, это совершенно неправильное противопоставление. Еще раз повторю, Священное Писание это часть предания Церкви, а предание это и есть действие Духа Святого. Дух Святый в Церкви пребывающий, он, согласно слов Словом Христа, напомнит вам все, о чем я говорил вам. Это общеизвестный факт, любой, ну более-менее грамотный протестант, едва ли будет с этим спорить, что сам Господь Иисус Христос не написал ни одной строки, не написал ни одного текста, ни одного послания, он лишь устно проповедовал. И затем Святым Апостолом Дух Святой напомнил все то, что говорил и что творил Господь Иисус Христос. Поэтому живое предание, устное предание, оно первично, а Священное Писание вторично по отношению к преданию. Еще очень важно помнить, что Святая Церковь уже была создана в День Пятидесятницы. Священное Писание еще в цельности, Священное Писание Нового Завета еще тогда не было, в первый День Пятидесятниц не было. Все четыре Евангелия были написаны уже впоследствии в лоне Церкви. Все послания апостольские, вошедшие в канон, были написаны уже в лоне Церкви. Поэтому Священное Писание, оно вторично по отношению к Святой Церкви. Церковь первична, Священное Предание первично, а Священное Писание это часть, это часть предания Святой Церкви. Разумеется, неоднократно приходилось с уважаемыми друзьями протестантами беседовать. Чаще всего, когда они слышат такие наши доброжелательные пояснения, они тут же приводят одну и ту же цитату, как правило, они ее знают наизусть, из послания к Тимофею святого апостола Павла о важности Священного Писания. Цитату из Второго Послания к Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Никто с этим не спорит. Никто из нас, православно верующих, не отрицает, что все Писание богодухновенно. И вот мы сегодня говорили о предании, и как вы могли обратить внимание, мы не противопоставляем предание и Священное Писание. Никто из нас, верующих и хранящих предание, не противопоставляет Писание преданию. И мы не отрицаем богодухновенность Священного Писания и его важность, что оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления правил. Никто из нас этого не отрицает. Но, однако же, обратите внимание, нигде в Священном Писании не сказано, что оно, оно, Священное Писание, единственный авторитет. Вы нигде, вот любую книгу Нового Завета прочитаете, вы нигде не увидите, что было сказано, что только Священное Писание единственный авторитет. Даже напротив, Евангелие от Иоанна, все мы хорошо знаем, и тем более наши дорогие друзья, протестанты знают, заканчивается такими словами. Много и на, много сотвори Иисус, и же не суть писана в книгах сих. Я по-церковно-славянски повторяю. То есть много написано, многое, что сделал, сделал Господь Иисус Христос, о чем в книгах Евангелия не написано. А сие же написано, чтобы вы веровали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и верующие имели жизнь во имя Его. То есть в Священном Писании не все даже написано о делах Христовых. Его дела и слова превосходят то, что написано здесь. Еще раз возвращаю ваше внимание, дорогие друзья, и почему я так подробно, стараясь вот какие-то, в общем-то, общеизвестные вещи для нас православных вам напомнить, что мы относимся к Священному Преданию благоговейно, и мы не противопоставляем Священное Писание и Предание. Мы не считаем, что Предание – это измышления человеческие, а считаем, что Священное Предание – это действие Духа Святого. Вот обратите внимание, в Первом Послании к Тимофею, как раз в Первом Послании к Тимофею, даже сейчас зачитаю вам это место, 3 глава, 15 стих, как раз и говорит Святой Апостол Павел, «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». 3 глава, 15 стих. Церковь – это столб и утверждение истины. Истина в Церкви. Священное Писание в Церкви написано. В самом Священном Писании нигде не сказано, что оно единственный авторитет. Но авторитет – это Церковь, в которой пребывает Дух Святый со дня Пятидесятницы. И вот то, о чем сегодня я достаточно кратко старался вам напомнить, дорогие друзья, общеизвестные истины, в общем-то, для любого православно верующего человека, что Святая Церковь первична, в ней пребывает священное предание, предание – это как живое действие Духа Святого. Священное Писание – это часть предания. Церковь первична. Священное Писание вторична по отношению к ней, потому что уже в лоне Святой Церкви было написано. Поэтому для нас, для православно верующих людей, очень важно принадлежать Святой Церкви, этому столбу и утверждению истины. То есть надо, как веточка прививается, веточка дикой яблони, например, прививается к культурной яблони, уже питается соками, и тогда только приносит плод. Так и каждому надо стать членом Святой Церкви. Не Богу ставить свои условия, то есть взять Священное Писание, ходить, проповедовать, понимать его только от ветра головы своей я, стоя в оппозиции той Церкви, которую он основал в день Пятидесятницы. А надо принять условия Божии. Надо уверовать во Христа, принять таинство крещения и стать как бы вот веточкой этой живой вот этой лозы, плодоносящей лозы, которая является Церковью Христово. Быть в Церкви, которая есть столб и утверждение истины. Только тогда можно правильно понимать текст Священного Писания. А то, что оно и богодухновенно, и полезно для назидания, это никто никогда из православных верующих не подвергал сомнению. Читайте Священное Писание, дорогие друзья, изучайте, молитесь Богу о вразумлении, и всем нашим дорогим, уважаемым друзьям-протестантам от всего сердца желаем обрести истину и вернуться в лоно Святой Православной Церкви, чтобы вы спаслись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...